Приветствую вас! Начнем, пожалуй, с того, что привлекаете внимание вы всеми силами, потому что не чувствуете себя значимыми. Любовь, которую вы испытываете к другим людям, точнее, то, как вы их воспринимаете, является, если можно так выразиться, сигналом, к реализации этой самой значимости. И поэтому первое, на что вам нужно обратить свое внимание, это именно на вот чувство собственной значимости, на реализацию вашей значимости, обратить внимание на то, насколько вы реализованы, реализованы ли вы вообще? То есть, условно говоря, значите ли вы для себя что-то? Если значите, то соответственно, что вы значите для себя? Вот. Это нужно исследовать. Вот это важный момент. Дальше. Когда я нахожусь рядом с людьми, которых люблю, они мне важны и дороги, я начинаю неадекватно поддерживать себя, когда такой человек находится рядом, он занят своим делами и не обращает на меня внимания. Здесь вы словно пытаетесь получить что-то, что вам необходимо. Я думаю, что мой коллега прав в том, что касается ваших родителей. То есть, детский механизм допускается именно в реакцию на ситуацию, с которой вы сталкиваетесь. И эта ситуация, она родом из детства. С другой стороны, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вы, например, понимаете под любовью. То есть, условно говоря, что такое любовь для вас. Условно говоря, как вы понимаете любовь, что она для вас значит. Вот. То есть, в данном случае, любовь это попытка, в одном важном случае, любовь это попытка завоевать внимание человека, которого вы посчитали для себя. Важным. В той или иной степени. И, на мой взгляд, собственно, непосредственно к любви, вот именно непосредственно к любви, ну, это имеет весьма отдаленное отношение. А в интернет, скорее, на любовь. Что подразумевает потребность отдавать, желание отдавать, стремление отдавать. Здесь желание брать. Это как бы не любовь. Меня прямо распирает. Внутри поднимается буря. Я начинаю делать заподрать, управлять внимание и получить взгляд в слово эмоцию. Опять же, что это значит? Это значит, что вас слова, взгляды, эмоции определяют. Это значит, что без этого, без слов, без взглядов, без эмоций, вы не определены. Вы сами себя не определены. Это означает, что вы не прислушиваетесь к себе, не прислушиваетесь к своим чувствам. И не делаете то, что для вас на силственном уровне важно и значимо. Ну, я так. Я так. Подозреваю. С чем, собственно говоря, и нужно работать. Дальше. Так. Не важно, будет она положительная или отрицательная, и появляется чувство, что меня бросили, и дыру внутри я пытаюсь перекрыть огневность, направленную к этому человеку. Да. Дыру внутри пустота. То есть, отсутствие вот такой, условно говоря, самодостаточности, это то, чего вам не хватает. Вот. И через другого человека вы пытаетесь, значит, как бы компенсировать этот момент. Так бывает, когда родители, например, своих детей оставляют, а от них ничего им не говорят. Да. Когда родители детей, к примеру, часто не обращают на них внимания. То есть, у детей развивает такой вот, условно говоря, дефицит внимания. Да. 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 Именно вот. Именно. Извне. Не понимаю. То есть, ребенок. А, следом, человек, отношение к себе, подобный ворота, воспринимает на свой счет, то есть, условно говоря, когда на... такого человека не обращают внимания, он начинает думать, что это в нем проблема, что это он такой ужасный, что это он такой плохой, что это он недостойн, соответственно, внимания, что это он... то это с ним, соответственно, что-то не так, и он пытается этот момент исправить. Не желая при этом, не желая при этом признавать того факта, что дело может быть не в нем. То есть, здесь имеет место быть как раз такой детский эгоцентризм, что все это происходит, связано со мной. Если не обращают внимание на меня, да, значит, это я что-то сделал или сделал не так. И это является проблемой, потому что вы в таком случае очень сильно себя обесцениваете, обесцениваете свою ценность, свою самостоятельность. Вот. То есть, с одной стороны, нужно сместить акцент себя на другого человека, а с другой стороны, нужно, опять же, вам увидеть, именно увидеть свою самостоятельность, свою ценность, если угодно, свою индивидуальность, если хотите, без чего вам будет очень сложно. Вам уже, собственно говоря, сложно. Дальше. Потом я понимаю, что все это неправильно, если я не заслуженный человеку приношу урон, появляется дюст во вины, дыра внутри становится еще больше, мне опять нужно что-то сделать, чтобы перестать ее чувствовать. А почему вы хотите перестать ее чувствовать? Вот знаете, это вот и есть, по сути, бег от себя. Дыра. То есть, что такое дыра, да? Дыра внутри, дыра внутри, это такое, да, я бы сказал, в некотором смысле, аллегорическое такое, такое выражение, да, аллегорическое выражение. Потому что, потому что, это не дыра, ну, чисто вот, чисто, чисто формально. Это не дыра, чисто формально, это, ну, скорее всего, что-то другое, но мы об этом не знаем, вы об этом не знаете. Вы не знаете о том, что это такое у вас. И правда это в том, что вы не узнаете, пока не пройдете через это, пока не пройдете, условно говоря, через эту дыру, если, ну, если называть ее так. То есть, здесь, что получается, что вы, ни много, ни много, ни мало, бежите от себя и от своих чувств, вы бежите от своих эмоций. Потому что дыра внутри, она как бы демонстрирует вам необходимость, необходимость, допустим, принятия тех или иных решений, необходимость скорректирования тех или иных, ну, тех или иных моделей поведения. А пока вы избегаете этого всего, пока вы бежите от себя, так вечно все будет происходить с вами. Ну, потому что это действительно там такой круг, у которого нет начала и для начала есть конца нет. Вот. Далее. Вы начинаете себя обвинять. Обвиняет, скорее всего, ну, обвиняет, как правило, родитель. Да? То есть, это не... Вы сами себя обвиняете. Обвиняет родители. Типа что, вот, ты слишком много себе требуешь внимания, так далее, так далее, так далее. И вы, получается, свое потребность, свое внимание одновременно и реализуете, но в то же время и подавляется. Реализуете вы ее, потому что вам хочется этого, и это, в общем, нормальная история. То есть, нормально хотеть реализовать, ну, то, что вам нужно. Это абсолютно нормально хотеть этого. Вот. Ну, ненормально обесценивать, и уж тем более ненормально считать, что это неправильно. Потому что вы не в состоянии, вы не в силах давать сами себе оценку. А здесь именно это вы и делаете. То есть, именно это вы и делаете, и вы даете себе оценку сами. Вот. Вследствие чего и возникают такие проблемы. Здесь, здесь, помимо всего прочего, очень важно для вас было бы отказаться от оценочных обсуждений по отношению к себе и больше все же руководствовать всем, что вы хотите. Ну, только реализую это правильно, не через других людей. Дальше. Значит, негативно переноситить кого-то другим людям, поэтому мне сейчас не нравится, не приношу это чувство тревожности и беззащитности. Смотрите, ну, опять же, вам, может быть, не понравится то, что я скажу сейчас, но чувства, вот чувства, да, не бывает непереносимым, условно говоря. То есть, если вам какое-то чувство дано, тогда означает, что вы можете его перенести, иначе бы ваше сознание отключилось бы. Ну, как бывает, например, при сильной боли, да, при сильном стрессе, когда человек теряет сознание, у него никакой щёк, щёк это, собственно, избавление. Это такая экстренная защитная реакция, скажем так, вот. С вами ничего такого не происходит, ничего подобного с вами не происходит, что говорит о том, что это вполне вам по плечу. То есть, именно, опять же, потому что вы, эээ, решили, что этого чувства, чувства тревожности и бесосвитности у вас не должно быть, вот именно потому что вы, эээ, ну, когда-то однажды так решили, вот, сейчас вам это приносит очень сильный дискомфорт. Потому что чувство есть, оно сигнализирует вам о наличии проблем, а вы игнорируете это. Тревожность. Это оторванность от своих эмоций, от своих чувств. Презначительность, от отсутствия личных границ и проблемы с ответственностью, ну, с разграничением ответственности. Дальше, я уже взрослый человек, не могу себя контролировать, в такие моменты себе уже не принадлежу, все понимаю, осознаю, но не получается переключиться. Ну, это чисто не работает. Вот, и вот с тем, что вы не можете переносить, с тем, от чего вы бежите. Также не исключено, что, в общем и целом, в повседневной жизни вам необходимо сменить статорное поведение и на другие вещи обратить внимание. Имеет смысл принять себя. То есть, вот, безусловное принятие себя, это главное условие для того, чтобы такого не возникало. Вы себя не принимаете. Дальше, о чем нужно думать, чтобы переключаться в момент чувства одиночества? Не о чем. Чувство одиночества, это хорошее чувство. Оно правильное, оно нужное вам. Оно полезное. Его нужно принять. И научиться с ним взаимодействовать, потому что это естественное чувство. В первую очередь, с собой необходимо ощущать комфорт. Как полиция зависит от людей? Я бы сказал, что здесь ситуация в некотором смысле двоякая. Во-первых, как вы понимаете, человек живет среди других людей и, в общем-то, всегда будет в той или иной мере зависеть от людей. Поэтому столь, столь глобальную цель, на мой взгляд, ставить было бы неверно. Вот. Ну, потому что, еще раз повторяю, человек всегда зависим от других людей. В той или иной степени это нормально, это естественно, мы все живем в обществе. Вот. По-другому быть не может. Но! Есть в этой истории но. Зависимость бывает объективной. Как, например, мы зависим от наших начальников, если мы работаем на кого-то. Как мы зависим от наших партнеров, если мы работаем в бизнесе. Как мы зависим от наших коллег, если речь идет о, к примеру, ну, о какой-то коллективной командной деятельности и так далее. Как мы зависим от тех людей, с которыми мы живем, с которыми мы взаимодействуем. В данном случае история абсолютно нормальная. Вот. Поэтому я думаю, что ставить вопрос о полной независимости от людей нельзя. Но! Как бы зависимость, которая есть, она явно превышается. Она явно превышает, эм, как бы, ну, норму. Почему она превышает норму? Эм, потому что слишком сильно на вас это влияет. Вот. То есть вы слишком сильно, вот, эм, подвержены, значит, другим людям. И вам нужно не снижаться зависимость от людей. Зависимость от людей, она, как бы, ну, как я уже сказал, она естественная зависимость от людей. Я бы сказал, что необходимо наравне с текущей зависимостью от людей взращивать в себе что-то самобытное. Взращивать в себе то, что важно вам. Взращивать в себе то, что является только важным. Взращивать в себе, эээ, свою, эээ, свою, свою собственную зону, так называемое личное пространство, да? Вот. Например, больше говорить не, эээ, когда, ну, вот, к примеру, там, допустим, эээ, когда вам что-то не нравится, или когда вас что-то не устраивает, да? Больше говорить нет. Эээ, там, не брать на себя, эээ, больше ответственности, да? То есть, ну, больше ответственности, чем вы можете объективно, эээ, вынести, например, да? Эээ, и так далее. То есть, это вот, эээ, то, что вы можете сделать. Эээ, вместо того, чтобы бороться с, эээ, тем, что происходит из, ну, во вне, вне зависимости от, эээ, ну, вне зависимости от, эээ, вашего желания, от ваших, эээ, как бы, от ваших потребностей, да? Вот. Вам нужно действовать непосредственно в том, где вы можете на что-то повлиять. Вы можете в первую очередь именно, именно на себя, на свои, ну, ну, как бы, на свое поведение. Вот. И вот, собственно, это то, что необходимо сделать. Это то, что вам необходимо, ээээ, значит, использовать. Это то, что необходимо, эээ, применять. Вот. Тогда и, эээ, соответственно, зависимость ваша от людей будет снижаться. Она не уйдет полностью, но она будет, ээээ, совершенно очевидно, она будет снижаться. Это самое завис, ээээ, это самое зависимость. Вот. Ага. Это то, что я могу, могу вам сказать. Вот видите, изначально ваши цели, они поставлены не совсем верно. Ну, я, по крайней мере, так, эээ, мог бы вам сказать. Я, по крайней мере, мог бы вам, эээ, вот так, ну, заметить. Да, заметить, да, мог бы. Эээ, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Ээээ, если у вас остались, эээ, дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, эээ, я буду рад вам помочь. Эээ, хотелось бы повторить, эээ, на всякий случай, чтобы вы поняли, ээээ, что он, как бы, ситуация заключается именно в системном, эээ, в системных, ээээ, ээээ, работе, ээээ, с вами. То есть, системная работа даже не с вами, а в вашей системной работе по повседневному, по бытовому изменению своего поведения. Вот. Ну, понимаете, какая штука. Вот это важный момент. И только, вот только, эээ, оперируя данными аспектами, вы с течением времени сможете, эээ, изменить, ээээ, вот это вот, это отношение сил, которая, эээ, ну, имеет место быть, ээээ, сейчас, у вас, значит, эээ, в контексте взаимодействия с людьми, да? Вот. Слишком много энергии вы тратите на одно, а у вас не остается энергии на другое. Если, ээээ, вам понравился ответ, эээ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.